Пойду-ка я переоденусь в кофту в июле. Ох, Чимин. Чимин. Типовые дети, мне все равно скоро в армию. Я буду один. Чунгук просто заснул, потому что, видимо, ему больше интересна история Тейлор Свифт и Джастина Бибера. И он должен нести этот, знаете, орден секс-символа. Сейчас Чунгук посмотрел в камеру, у меня аж ребенок родился сразу же. Я могу с уверенностью теперь сказать, что мои любимые BTS вернули канал к жизни. С новым синглом. Давайте быстрее смотреть. Поехали. РА-музыка. Привет, ребята, это РА-музыка. И, насколько вы знаете, давно не было видосов. Мы все соскучились. Я вам тысячу раз говорил, что я соскучился. Все, кто фолловит меня в Твиттере и в Инстаграме, может быть, знают чуть больше. Если коротко, я не хочу вас особо погружать в эти дурацкие, грустные, депрессивные мысли. Потому что я уже здесь, уже все. Положено начало свету в конце тоннеля. Я не знаю, что я говорю. Я отдыхал. Потом отдых перерос в лень. С течением времени я понял, что ни хрена я не отдыхаю. Что больше всего я отдыхал и получал огромное количество удовольствия, когда делал видосы. Когда мы общались с вами, в том числе, когда я и смотрел BTS. Но дело не в этом. Вот. И решил, что надо все, надо начать. С 1 улицы плюс 30. Я сижу здесь в любой момент, начну потеть. Но я решил, что премьеру нового сингла BTS пропустить нельзя. Как вы знаете, я еще в прошлом месяце или позапрошлом... Я уже, может, даже забыл их имена все. Мы сейчас будем смотреть и пытаться вспомнить все, потому что... Я не знаю вообще. Помню я что-нибудь или нет? Я говорил, что 3 июля выйдет сингл у BTS. Наступило 3 июля. Наступило 3 июля. И я решил, думаю... А проверю-ка. И тут мне еще и в дверь постучалось... Вот такая интересная посылка! Я теперь главный BTS-енок страны. Мы сейчас ее раскроем и посмотрим, что там. Ой. Сегодня будет полный экспириенс. Полный экспириенс. Это канал Рам Музыка. Я не знаю, если вы здесь первый раз. Профессионал корейской культуры. Профессионал корейской музыки. Я знаю все про Корею. Про Ким Чин Ина. Про Ким Кардашьян. Про всех Кимов. Я знаю все о Дошираке. О BTS. О покемонах. Обо всем. Сейчас все будете говорить, что покемон это Япония. Ничего подобного. Новый сингл BTS тоже Japanese. Новый сингл BTS называется Light. Но прежде мне очень интересно, что здесь, потому что это может быть приятно и вам, и мне. Блин, посылку не видно. Ну ладно, мы ее сейчас раскроем. Такая, знаете, укрепленная посылочка от Почты России. То есть шок-пруф, как говорится. Если что-нибудь ударится, ничего не сломается, потому что здесь такие борты. Я, честно говоря, даже не знал, что у Почты России есть такие коробочки. Здесь есть место для открывания. Открывание. Имма. Были штуки, чтобы вот так открыть. Мага, я знаю, что это. Ведь это мое. Ведь это мое. Так, давайте я сейчас достану. О боже. Корейская острейшая лапша. Острота, как я люблю. Самьян. Это я оставлю себе, с вашего позволения. Это мое. Это мое. Затем. Ой, Чимми Биг Чарм. Смотрите, какая потрясающая игрушечка. У меня на самом деле... Она открывается? Давайте откроем. Анпакинг. Яс. Какая мягкая. Охренеть. Оставлю здесь Чимми. Ой, нифига себе, даже этот карабинчик такой. Крепенький, хорошенький. БТ-21, между прочим. Сфокусируется, нет? Как это делаю? Бьюти. Фокусируйся. БТ-21. О, Боже мой! Мои биписеньки. Мои зайки. BTS. Map of the Soul Persona. Походу, это рамка для фотографий. Между прочим, это все Корея Бокс. Корея Бокс. Офигенный магазин, между прочим. Я почитал. Я все изучил. Ребята, администраторы живут в Корее. И закупают все, весь официальный мерч. Я почитал, что... Я извиняюсь, что я открываю все. Я почитал, что без... ...стафа от BTS. Я не могу дальше продолжать. Более 1100 отзывов. Делаем боксы на заказ. Доставка по всей России в страны СНГ. У меня тут есть визиточки. Вот. Смотрите, как красиво. Это шикарная, я так понимаю, рамка для фотографий, в которой по умолчанию лежит фото наших... ...наших красавчиков. Пожалуйста, ее можно собрать, поставить. И будет офигенная рамка. Можете поставить себя. Я бы распечатал фотку Чимина, если уж быть честным. Кстати, давайте это погрустим немножко. Я немножко расстроился, конечно, что... Я уже говорил вам, что группа распадается. И, наконец, это случилось. BTS распадаются. Шутка, конечно. Джин уходит в армию. Вот так вот. А вы знаете все, что в Корее. Если кто-то уходит в армию, надо уходить. А если не уходишь, тебе еще и позор. Ох, вот этого я ждал больше всего. Почти больше всего. Persona Map of the Soul. Какой-то шикарный бук. Бук, журнал, записная книжка. Давайте раскроем, потому что... Или не будем раскрывать. Давайте откроем. Субтитры создавал. АПЛОДИСМЕНТЫ ВАУ! Софт-тач. Ой, боже мой. Я надеюсь, что вам сфокусируется. Смотрите, какие... А, блин! Офигенное просто качество книж... ААААА! БЮЮЩ! здесь диск охренеть здесь диск и плюс книжка не знаю что это за книжка сейчас посмотрим я так понимаю это просто записная книга ёб твою я извиняюсь ноутс а вот эта книжка это оказывается не блокнот это фотобук какой-то ё-моё что-то упало опять о боже мой все фотосессии нет серьезно на самом деле такая офигенная штука я помню я сразу вспоминаю пахнет так как пахнет подмышками хосака здесь у нас пленка проявочная с ребятами слушайте я не думал что Чонгук оставляет автограф и надпись какой-то ё-моё значит это все было внутри вот этой книжки что я так переволновался что я уже я весь мокрый зачем я делал чистую футболку наверное потому что я снимаю видео очень классное качество я думаю будет классно такая записная книжка тут такая голограмма то есть это все официально big hit все как чё все написано и последний лот вы знаете что это никто не знает что это что это духи что это кусок ноги джина это потрясающий фонарио а тут еще есть карточки это пакетик для фонаря карточки со всеми участниками группы ребят я помню какая была истерия по поводу покемона раньше ох мы покупали ой покупать все скупали фишки вот эти вот а были еще более дорогие фишки а были более большие фишки пластиковые фишки и не врите что вы не тратили те кто постарше не тратили на них деньги sailor moon раскраски у нас у всех были дневники покемона закладки бумажные в учебнике мы все это делали не буду врать я попросил своих шептунов ставить сюда батареечки здесь не было батареечек очень классный такой abs пластик я бы сказал сюда все вставляется и я так понимаю где-то в вау и тут эмблема группы внутри у сос это на концертах я естественно понимаю да это все можно делать охренеть то есть он прям такой жезл и насколько я понимаю потому что я же не буду бездумно какие-то вещи хотеть если скачать приложение специальное то можно поставить любой цвет здесь абсолютно любой они будут переливаться они будут трястись они будут мигать пить с очень круто охрененный фонарь охрененный набор корея бокс ребята делают бокса там еще огромное количество товаров вы можете посмотреть ссылочку на группу вконтакте я оставлю опять же все админ живут в корее все товары официальные шлют почты россии вот в том числе прислали вот в такой вот безопасной коробке как говорится так что не за хрупко переживать не стоит хотя у меня особо ничего хрупкого не было фонарь был защищенный так в коробке поставлю себе на телевизор нет шучу ничего не поставлю а почему потому что я хочу все это отдать одному из вас ну кроме лапши конечно потому что лапша моя я люблю острое ребят что нужно сделать по ссылочке в описании я попробую еще раз повторить все правила в описании по ссылочке в описании заход заходите в мой инстаграм подписывайтесь на ставите лайк этому видео я выложу фотку с этим конкурсом дождитесь ее поставьте лайк туда напишите какой-нибудь коммент любой достаточно одного коммента лайка на фотографии подписки на мой инстаграм и лайка на это видео 9 или 10 числа давайте неделя пусть будет несмотря то что я еще видео это не сделал давайте до 10 числа 10 числа я определю победителя и если он будет из москвы я привезу это все с собой лично в москву и мы встретимся и я с удовольствием отдам тебе любимому подписчик этот приз этот призок если нет то я свяжусь с тобой и где-то в августе наверное ты получишь этот приз потому что меня не будет я не смогу это ничего сделать мы с тобой свяжемся после 10 числа или 10 вечером я тебе пришлю почтой я не понимаю почему можно не хотеть этот набор тем более на халяву всего нужно подписаться причем что вы уже подписаны так что спасибо корея бокс ребята ссылочка в описании можете заказать все что угодно там даже есть вентилятора для ваших носов и ушей люблю вас и увидимся или в москве или по почте ну а мы переходим к синглу light потому что я уже вот он у меня лежит я весь уже чем не сделать чтобы не было не так жарко я вижу что клип на фл на в тренде у нас 4 в россии просмотр всего 6 миллионов 800 тысяч это видимо какой-то не мажорный сингл потому что он на японском битвес выступ выпускает я все знаю битвес выпускает обычно японские синглы как дополнительные или просто чем вот я так понимаю бой вы глав у нас они если хотят на японский могут переделать слайд сбой выгла в japan извержен айбут айдал japan извержен то есть лайт они как бонусик такой записали то есть второстепенно поэтому ждать сотни миллионов просмотров пока что не приходится но мы сейчас все это посмотрим здесь наверное все еще будет джин потому что он еще был не в армии будем вспоминать имена посмотрим какие причесочки и попытаемся первый раз за историю в истории понять о чем клип потому что вы знаете что песни клип очень часто разнятся в смыслах и я как профессионал по обзору клипов по нахождению скрытого смысла отсылок я полностью пойму смысл этого клипа это очень это очень легко и очень просто мы в школьном кинотеатре лайтс это такая аллегория типа бум включился свет лайтс свет обращаю ваше внимание что звук ног он наложен искусственно кто у нас это чонгук как мило слушайте я сразу вспомнил как я люблю японский как я слушал все эти саундтреки в детстве смотрите то есть чонгук то есть он купил билет один в кино он думал что он пришел один мы сейчас разбираем истинный смысл он думал что он пришел один и вдруг он видит как его снимает операторы он ах он еще и закрылся то есть еще есть люди которые купили у меня небольшая проблема с памятью я не помню кто это это ви это ви такой низкий голос для даунов написали ATM как будто мы не помним не поймем что они к банкомату подошли очень за авто тюнинный голос вот этот который сейчас сзади причем видно что это не необходимый авто тюн что человек достает прекрасно эти ноты зачем он здесь нужен я не знаю Christian Dior отлично бренд product placement пошли это джин один стоит типа ребята вы гуляете мне все равно скоро в армию это джин же да? типа вы идите мне все равно скоро в армию я буду один вырвалась получается у Ви такой голос высокий в припеве или он просто рот открывает а они просто в разброс поют люди же все равно не разбираются кто где поет или разбираются РМ это уж никто не спутает слушайте вот эти пассажи вот ради вот этих вот приемов мы живем мне показалось просто что он сказал you're my life you're my life но это звучало как you're my lie ты моя ложь лошадь? ой чимин чимин платиновый блонд смотрите все смотрят кино в разные стороны один единственный джей хоуп наш джей хоуп смотрели 12 12 лет рабства джей хоуп у николь шерзингер была песня значит один джей хоуп смотрит фильм Ви смотрит куда-то на запасной выход значит Чонгук вообще заснул Чонгук просто заснул потому что видимо ему больше интересная история Тейлор Свифт и Джастина Бибера так а слева кто у нас? Чонгук? блин давайте я поищу это щуга это шуга точно точно я все вспомнил ну как вспомнил загуглил чимин увидел Джина и говорит Джин постой да у тебя же призыв то послезавтра пошли кино посмотрим они посмотрели в итоге кино ну джей хоуп ты наша супермодель джей хоуп конечно наша супермодель смотрели кино джей хоуп все сеанс кончился кончился джей хоуп говорит дайте переоденусь что-то мне пипец жарко пойду-ка я переоденусь в кофту в июле и вышел из кинотеатра в абсолютно другом аутфите а ребята соответственно несут мешки с одеждой за ним кисис о май гад смотрите все носят оверсайз смотрите как прекрасно даже не видно что джей хоуп жирный банк поход типа какого черта ты спишь какого черта ты спишь Так нежно я еще не видел, чтобы люди будили других людей. Ну, слушайте, мелодично мне нравится песня. То есть, вы, естественно, понимаете, что я не понимаю японский. Пока что. Завтра выучу. Сегодня я понимаю только корейский. На корейском здесь нет ни слова. Поэтому нам остается только догадываться. Я пытаюсь как-то интерпретировать клип. Но хочу сказать, что песня очень такая... Как нарциссично и любвеобильно. Они смотрят фильм сами о себе. Ой, боже мой, сейчас Чунгук посмотрел в камеру. У меня аж ребенок родился сразу же. Как классно в белой одежде по полу валяться друг на друге. Знаю, что здесь постоянно убирают и пылесосят ковры. Я так не могу в своей квартире, конечно же, сделать. А у меня белых штанов нет. Они полнят. Подождите, я извиняюсь. А где РМ? То есть, песня уже почти кончается. Где мой РМчик? Это Шуга, да? Уже по голосу слышу. Могу честно сказать. По голосу услышал. Шуга. Как будто смешно, если это не Шуга, конечно. Я не могу. РМ с твоим рэпом остановил время. Я так понимаю, это клип о том, как ребята изучают, что такое кинотеатр. То есть, они ходят, рассыпают попкорн, смотрят на него с разных углов. Потом, значит, смотрят кино о себе. Засыпают, потому что кто-то первый раз в кино, он не может так долго сидеть на одном месте. Кто-то, значит, изучает запасные выходы. Потом время останавливается. Они подходят, смотрят, а из чего же сделан экран сам. Понимают, что это тряпка. Что... Ну, я понял. То есть, lights, включите свет. То есть, когда закончился сеанс... Turn on the lights. Слушайте, РМ инкорпорировал в свое пение, в свой рэп небольшую мелодию. То есть, это уже такое, знаете, что-то из разряда Дрейка пошло. То есть, он здесь... Он немного изменил свой флоу. Он стал более музыкальным. Я вот не слышал... Я не скажу, что я прослушал всю дискографию. Но из того, что я слышал, я не слышал, чтобы РМ вливался в мелодию своей читкой. А здесь у него получилось. Слушайте, а ты реально тут есть намек, что ли? Я, что, может, это шутка? Но тут реально есть отсылка к тому, что Джин скоро свалит? Или что? Почему Джины периодически показывают отдельно? Он сначала забыл зайти в кинотеатр. Тут его показали, значит, персонально на пару секунд. Ребята выбегали из кинотеатра. Я заметил, что как бы кинотеатр закрывается перед припевом. Они побежали на выход из кинотеатра и попали в другой зал. И снова сели в него. Слушайте, ну просто инсепшн какой-то. Тут можно заметить, что им на секунду сказали. Ребята, расслабьтесь просто. Хватит из себя строить кого-то. Давайте мы его сейчас снимем. И они просто поржали в камеру. Это, наверное, самые нормальные кадры, самые прикольные были. Когда они просто сидели в зале и ржали. В слоу-мо. Чимин, да, очень классно. Очень, знаете, двусмысленно, когда спереди идет Чунгук. Это, по-моему, был Чунгук. Сзади него идет Чимин, спрятавшись так за спину. Что, мошка, что ли, у меня на экране? А, нет, извините. Сзади идет Чимин и такой Ты моя жизнь, ты моя любовь, ты моя радость, ты моя сладость. Че увидел? Че Чунгук увидел? О, боже, нет. Чунгук увидел запись того, как они снимали клип два часа назад на другой локации. Да, 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 да. Тут так просто, знаете, вывода не сделаешь. Ребят, как вам клип? Мне показался клип очень нежным. Несмотря на то, что здесь нет дохрена локации, все равно клип смотрится очень хорошо. И даже если это какой-то такой дополнительный японский сингл, выглядит все очень клево. Я так понимаю, что это будет еще одно ответвление карты души. Map of the soul. Уже не персона будет, а какие-нибудь... Или это просто заключительная песня из персоны. Посмотрим, что будет дальше. Но мне понравилось. Честно сказать, мне понравилось. Нет кучи локаций. Они все равно сменили 45 костюмов и 250 кофт и футболок. Но это все равно было довольно так, знаете, органично перетекало из одного в другое. Мы увидели тему армии, тему службы Джина. Мы увидели тему незнания, ребят, что такое кинотеатр. Потому что шоу-бизнес пожирает их жизни. И у них нет просто времени на обыденные вещи. Потому что они с трех лет уже подписали контракт на работу с лейблом. Они не были ни разу в кинотеатре. Они ни разу не видели рассыпающийся попкорн. Чунгук, походу, вообще два года не спал дома. Из-за того, что у него очень много работы, и он должен нести этот, знаете, орден секс-символа группы BTS через все страны мира. Но больше всего я рад тому, что я в потрясающем настроении снова с вами. И с удовольствием кому-нибудь вручу то, что у меня есть из мерча BTS. Офигенный мерч. Мне очень понравилась эта книжка. Очень матовая, хренецкая. Это раньше называли Soft Touch. Сейчас, не знаю, наверное, так же и называют. Там еще и диск, к тому же, есть. Очень отличная будет память для тех, у кого даже, может быть, нет дисковода. Ему есть, по крайней мере, где храниться, где лежать. В этом фотобуке. Такой огромный, четкий, классный буклет. Поэтому, ребят, заходите. Заказывайте все всякие вещички из Кореи Бокса. Все правила, все вот эта доставка, это все там. А вы участвуйте в конкурсе. Все правила в описании. И давайте обсудим клип Лайтс. Потому что так уж получилось, что мы практически все новинки BTS обсуждаем у меня на канале. Да и подписчиков много пришло, собственно, которые ждут моего мнения. И я вам его с удовольствием рассказываю. Я очень рад вернуться к вам. Увидимся, наверное, в следующих видосах. Здесь поставлю два моих последних, как они давно бы не были, но последних видоса. И надеюсь, вам понравится. Подписывайтесь, впереди куча всего интересного. В соцсети, инстаграм, твиттер, все это в описании. Тоже подписывайтесь. Жду. Целую. Длиннющий видос получился. Не знаю, кто это будет смотреть, но была не была. Пока-пока.